МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тверской областной картинной галереи продолжает работу выставка художники Тверского края. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Здесь представлено более 200 экспонатов из фондов картинной галереи. Если осенняя непогода застала вас в центре Твери и в плотном графике серых будней выдалась свободная минутка, загляните в Тверскую городскую библиотеку имени Герцена в выставочном зале, в которой можно познакомиться с живописью в стиле лавизм. Экспозиция настроения цвета Виктории Лазаревой, сочная, яркая, живая, наверняка взбодрит вас и подарит хорошее настроение. В филармонии 24 сентября состоится вечер органной музыки. Французский маэстро Жан-Поль Имбер исполнит произведения Франка, Генделя, Баха и других композиторов. Ну а церемония торжественного открытия нового 79-го концертного сезона запланирована на 25 сентября. В этот вечер в зале филармонии Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова под управлением британского дирижера Мариуса Стравинского исполнит произведения Шостаковича и Чайковского. Такой вот мощный старт нового концертного сезона. Интересный еще солист. Это Павел Милюков. Вот, можно сказать, новоиспеченный лауреат конкурса, 15-го конкурса, который буквально совсем недавно, летом прошел. Дирижер Мариус Стравинский. Ну, те, кто были на концерте в прошлом году, знают его. Это очень молодой, хороший, очень такой интересный музыкант. И вот он вновь будет нас радовать своим искусством. Ну, вы знаете, во-первых, это прекрасный коллектив, это огромное имя мира, госоркестра Светланова. И с ними очень легко работать. Мариус Стравинский из Лондона специально для программы Культфьюжн. Традиционный фестиваль «Музыкальная осень» в Твери у нас открывается 1 октября, в Международный день музыки, с юбилейным концертом Камерного оркестра «Российская камерата». Коллективу, который известен не только здесь, в нашем Тверском регионе, в России, но и далеко за ее пределами, исполняется в этом году 25 лет. В этом концерте прозвучат много таких вот удачных, интересных сочинений, которые удачно были исполнены, которые были хорошо восприняты публикой. Очень много интересных, новых сочинений и интересный состав солистов. Это Дмитрий Булгаков-Гобоек, Екатерина Милкина-Флейта, это солисты Тверской филармонии Татьяна Скворцова, Максим Сальников, Татьяна Николаенко, Ольга Орлова и многие-многие другие. Слушайте хорошую музыку, ну и регулярно посещайте Тверскую филармонию. И вам откроется весь мир, богатство музыки и чувств. 3 октября в ДК «Пролетарка» с акустической программой «Квартирник» выступит группа «Би-2». Между прочим, билеты уже в продаже. Также 3 октября, но уже в танц-буфете «Собака Милли» свою третью студийную пластинку, название которой пока держится в секрете, представит Тверская группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Ожидается большой двухчасовой концерт-презентация. Билеты уже в продаже, но у самых внимательных зрителей программы «Культфьюжн» будет возможность получить два билета на этот концерт совершенно бесплатно, приняв участие в розыгрыше. Подробности чуть позже. На сегодня это все. Смотрите «Культфьюжн», будьте в курсе самых ярких событий культурной жизни города и индустрии развлечений. И отдыхайте вместе с нами. И, конечно, желавите позитивную волну. Настраивайтесь на радио «Хит-ФМ» в Твери. Желаю вам солнечного, позитивного настроения в любую погоду. До встречи! «Хит-ФМ» Бурные девяностые Спокойные нулевые Революционные десятые Полное собрание музыкальных сочинений На одной волне «Хит-ФМ» С 1 по 27 октября в Тверской филармонии состоится 46-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери». 10 незабываемых концертов академической, народной и джазовой музыки в исполнении выдающихся российских и зарубежных музыкантов. Ждем вас на наших концертах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин